Тяжело смотреть фильм Георгия Данелли «Осенний марафон». Возникает вопрос – разве это комедия? Грустной комедии не бывает, грустной бывает жизнь человека, похожего на Бузыкина. Талантливый человек, переводчик, чей перевод не уступает по красоте оригиналу, преподаватель, стремящийся передать свой опыт студентам. Хороший друг и товарищ, безотказный и всегда готовый помочь, попадает в покружение людей, откровенно пьющих из него кровь. Я не знаю, почему Андрей Бузыкин не может сказать «нет». Хотя и сейчас есть психологи, чьи произведения очень популярны, говорящие, что всегда надо говорить «да». Но в случае с Бузыкиным эта теория дает сбой. Неумение отказать людям заводит его в тупик. У меня есть несколько вопросов. Почему Бузыкин бегает по утрам, если у него и так весь день проходит в беготне? Работа, институт, любовница, подружка Варвара со своими бестолковыми переводами. Может быть Бузыкину сбавить обороты и ходить пешком? Почему Бузыкин все время врет своей жене? Разве можно склеить разбитые отношения? Не проще ли развестись и соединить свою судьбу с Аллочкой? Делали бы вместе по вечерам свои переводы, Аллочка печатала любимому, и все у них было бы хорошо. Почему Бузыкин помогает своей сокурснице Варваре, этой ленивой и бездарной интриганке? Не помогал бы ей, и больше денег бы было, и почета. На работе в издательстве его просто не замечает, как личность. Его мнение никого не волнует, лишь бы он сдал работу в срок. Однокурсница Варвара, бездарная и тупая, просто нагло использует его желание помочь ей, тем самым просто уничтожает его карьеру. Лохматый хиппи, профессор издания, тоже ловко использует знания Бузыкина. Он просто ломает его волю, изматывая его пробежками, и потом пытается исправить свои переводческие промахи за счет знаний Бузыкина. Жена Нина за годы совместной жизни с Андреем не создала тепла и уюта в доме, не ухаживает за своим мужем. Ее желание самоутвердиться за счет безвольного Бузыкина. Даже зная, что Бузыкин не любит ее и изменяет ей, не расстается с ним. Этакий вампир и паразит, живущий за счет других. Наиболее типичным вампиром показана Аллочка, любовница Бузыкина. Он ей открыто говорит, что не уйдет от жены, но Аллочка продолжает его давить. То у нее сердечный приступ, то ей срочно нужен ребенок от Бузыкина. Она показывает Бузыкину своего ухажера, стараясь разбудить в нем ревность. Обрывает провод от телефона, чтобы Бузыкин ей не звонил. А потом сама же звонит. Но можно поставить вопросы по-другому. Например, почему этот плешивый скандинав, датский профессор, изучающий Достоевского, знатока русской души, не обращает внимания на семейную трагедию Бузыкина? Хотя ведь он каждый день приходит в его семью. Зачем ему Достоевский, если он не может ничего почерпнуть у классика? Почему Бузыкина терроризирует самовлюбленная Аллочка? Почему она загоняет своего великовозрастного любовника в ситуации, от которых он вот-вот загнется? Разве это такая штука — любовь? Любовь — это милосердие, доброта, самопожертвование. Почему Бузыкина нагло эксплуатирует Варвара, применяя всю свою бесцеремонность и используя больные точки своего друга? Бузыкин, сохранив студенческую дружбу, не получает ответных чувств. А что за отношение к отцу, дочери Бузыкина? Почему такое равнодушие? Помните эту сцену у магнитофона? Вот если таким образом задавать вопросы, то становится понятно, что в мире алчности, чистогана, деловитости, карьеризма есть Бузыкин — умный и интеллигентный человек, не требующий ничего от окружающих, а только помогающий им. Ему ничего не нужно от окружения, он почти святой в этом мире. Но почему-то все предъявляют Бузыкину счет. Он должен всем. Но почему? Думаю, Бузыкин не жилец на этом свете. Еще несколько месяцев, даже недель такого марафона, его сердце не выдержит и он просто ляжет в больницу с инфарктом. А придут к нему его друзья любимые, я не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok